Всем привет! Сегодня я хочу, как и обещал, сделать разборку и дефектовку двигателя 102 от Мерседеса. Вот этот двигатель. Для начала сейчас снимем голову. Рекера все эти, коромыслы. Сделаем ремонт. Я не знаю, вряд ли он будет ремонтироваться, но разберем, посмотрим в чем вообще причина его этого, поломки какая в нем есть. Так и просто для себя конструкцию двигателя. Я вот ни разу его не такой мотор не разбирал, не делал. Часть у нас уже разобрана тут, корректора сняты там. Я думаю тут ничего такого нету. Фильтр там этому переставляли, когда на двигатель. Бомба уже снята. По сути здесь немножко разобрать надо. Так, что надо? Инструменты тащим. Звезда тут уже откручена. Снимаем корону слосеять. Сейчас ослабляем болтики. Ослабил. Сейчас снимаю эту трубку. В принципе можно было их не снимать головку, чтобы снять. Я хочу еще раз сухарить потом клапана все. Крышку клапанов, наверное, да? И в нее будем складывать. Трубочка, вот она вот. Это получается, здесь вот маленькие отверстия идут для смазки рокеров. И тут что у нас получается? Сами коромыслы идут, они как бы на постели вот, получается распредвала. Они, по-моему, должны сниматься отдельно. Сейчас вот открутим, посмотрим. Так, болты вроде как бы на вид разной длины. Кажется, что вот здесь вот видите по-разному, но они одной длины. Так, надо чем-то ковырнуть. Перенеси отвертку длины. Так, там тут направляшки, видите? И масляные каналы есть получается на каждую постель вот для смазки коромыслов. А вот пятачки тут идут. Такие, типа как по системе москвича. Видно его? Износ сразу смотрим. Как бы, блин, вроде никаких ступенек, ничего нету. Ну и снимаем сейчас остальные все. Так, ну вот я еще хочу сделать, прежде чем все сниму, маркировку, а то потом попутаются они, постели, распредвалы. Чтобы в определенном они были в последовательности. Вот я так вот сделал, по порядку. Видно, да? Угу. И вот мы вот уже сняли. Вот сейчас сразу еще хочу показать. Садится хорошо на направляшках. Тут-то как бы с постели, вот видите, как вот у нее, главное, одна вот только работает часть. Это вот черная. И вот видно сразу на распредвале, выработка уже, ну, вообще ощутимая. Пол милимидера точно есть. Вторую снимаю тоже. Третью, получается. Что-то начал с той стороны как-то. Маленько не по-русски, но здесь тоже это черная, но тут нет, нету шейки. Здесь тоже выработка приличная. Так, ну, сейчас остальные еще откручиваем. Снимаем вот вторую. Тоже вот контакт был плохой. Засними, видно вот это место. Видите, как нагар неравномерно тут шейка полоха кондачила. Ну и масло видно, что двигатель работал без масла. Все в задирах. Выработка большая. Ну и первую постель. Так. А вот здесь вот уже в контакте, вот на первой постели идут две шейки работают. Вот это и вот это. Как бы на рокерах. Не сказал бы, что выработка большая. А вот распределять под подровной. Так. Ну и снимаем сейчас распред. Так, тут уже откручена вот джиндочка. Болосы убираем. Давайте посмотрим, что у нас с распредвалом тут. Тебе видно? Нормально свет. Вот здесь выработка офигенная. Невооруженным взглядом видно. Кулачки посмотрим, что тут. Кулачки тоже выработка есть. Ну, в общем, распредвал у Хана. Если его не протачивать. Но хотя кулачки... Так, теперь давайте посмотрим, зажатые были на нем клапаны или нет. Вот тыльные стороны кулачков. Ну, вот здесь маленько шорком. Ну, как бы по чуть-чуть. Здесь посильнее ходим. Так. Ну, как бы, судя по этому... Маркировка будет. По следу. Все нормально. Ну, маркировка это вот 102 двигатель. Ну, распредвал были клапаны не зажатые, но распредвал у Хана. Ну, что, теперь раскручиваем вот эти болты. 10 болтов. И снимаем голову. Перед тем, как еще головку надо будет нам снять, надо вот вытащить два вот этих штифта вытяжных. Они держат успокоитель. Вот ЦПР, покажи. Вот он. Иначе нам не даст. Ну, и внутри, конечно, болты надо не забыть открутить вот эти мелкие. Под шестигранник. Башмак вроде там не должен мешать. Здесь такая система нехорошая. Надо сейчас болтик там, втулочку, короче, вообще тянуть. Специально у меня нет съемника. Ну, как-нибудь сейчас попробуем вытащить их. Я вытаскивал просто. Зацеплял Зашаеву съемником и давил. Попробуем сейчас. Ну, вот один я уже шплинт вытащил. Вот такая приспособа. Болт. Просто вот болт. Сантиметров, я не знаю. Ну, 10. Нет, 7 где-то. Шайбочку потолще. И втулку. Со старой втулки жигулевской. С реактивной тяги. С маленькой, по-моему. Она как раз получается. Вкручиваем вот сюда сейчас. Там резьба есть на 6. На 6 болт. Вот в середку я вкрутил. Маленько у меня коротковатый болт. Ну, ничего. И начинаем затягивать. Нелучилось сейчас болтом вместе. Чтобы болт докрутился. Вот она вроде бы пошла. Или гайка сорвалась. Да, что-то сорвалось. Что-то сорвалось. Сейчас попробуем еще раз. Болт надо длиннее, конечно. Короче, у меня не получилось. Шпилька вытащила я вот таким. Болт срывается. Закрутил покрепче болт. И все. Вот он шплинт этот. Штифт ли. Все. Вытащенный. Ну, вот чем мне не нравится конструкция. Во-первых, он сидит туго. Плюс нагар тут все это дело. И вот в этом месте у них обычно вот здесь вот мокреет. Ну, здесь как бы нет. Наверное, с завода еще были добиты. Но вообще у них мокреет. На дизелях также сделан. На 601 двигателе, на 602 подобный конструктор. Да, наверное, на всех мерсах. Короче, не очень хороший. Ну, что, теперь будем отворачивать голову. Ну, вот он, шпакоидель. Что-то обломанный тоже верхушку. Цепь ушла туда. Так, натяжной башмак, я думаю, мешать тут не будет уже. Вот два болта тут. Два или три? Вот я забыл сколько. Под шестигранник. Надо вот их сейчас отвернуть. Этот пошел. Этот тоже пошел. А, ну и один вот он. Он идет у нас. Не помню, что где-то есть еще. Типа как головка похожа чем-то на жигулевскую под конструкцией. Ну, если покрепление. Так уже будет внутри там болт. Все, отворачиваем. И вот еще один тут. Их четыре получается. Вот раз два, и тут два. Берем вот такую звездочку. И не можем открутить. Затянутся хорошо. И ослабляем все десять болтиков. Сейчас один покажем. Вот так. Ослаблять их надо в обратной последовательности. Затяжки. Примерно вот так вот. И, короче, к середине. Крест-напрест. Все. Все. Ну и последний. О, что-то последний легко. Все. Сейчас выворачиваем и снимаем голову. Все. Последний. Голтый. Лезьба крупная. Так. Ну что. Прилипло. Надо где-то поддеть. Сейчас подождем. Вот она, наша голова. Вот так вот выглядит. Конечно, шлифовки-то тут тоже никакой нет. Вот она. Сейчас так визуально посмотрим она снаружи. Разберем ее там на верстаке. Так, посветлее. Уже поподробнее изучим. Так, визуально посмотрим. Голова не снимала ни разу. Похоже. Потому что все от маркировки отпечатаны один раз. Так, что. По клапанам. Вот этот клапан. Клапан встречался с поршнем. Походу. Да. Это что, первый? Да, вот он, видите. А этот встречался. Вот. Кольцо какое-то там. Увляется. А, ну, это я уронил. Когда эти датчики перекручивал, то датчик во впускной коллектор я уронил. Здесь вроде. А тут тоже. Да, короче, они все встретились с поршнями. Это, конечно, плохо. Прокладка какая-то тут. Интересная стоит так. По прогарам давайте сразу глянем. Ну, тут что-то вот как бы было. Ну, я бы не нормально, в принципе. А нет. Вот видите, вот здесь, вот смотри. Знаешь, как что-то есть. Вот с этого края она прогорала немножко. Вот, смотри. Здесь еще сильнее. Смотри. А на голове видно, нет? Интересно. Да. Во впускной коллектор как бы шли газы. Ну, риск, видите, какие крупные. После фрезеровки. Шли по ходу газа во впускной. В этот. В охлаждающую. Так, хотя все чистим ковру. Ну-ка. Каналы, посмотри. Видите? Ну, нагар вот есть на клапанах. Здесь тоже есть. Ну, ладно, остальное мы посмотрим уже поподробнее. После. Теперь давайте с ним поддон. Он уже подключен, его снимали. Как они говорят, вал не задрало. Ну, у кого покупали. Типа тока. Вкладыши. Коплали. Где-то они старые есть. Покажем. Но это будет подробнее. Поподробнее вал. Обмерим. Уже там, на верстаке. А то тут темновато. Нет еще. Нет. Поддон, сами видите, есть он вареный, переваренный. Так. Откручиваем. Настрой. Лобовину сейчас открутим. Пока у нас. Так двигатель лежит. Не знаю, все не все открутим. Пусть поймешь сейчас. Что это такое? А, это такая прокладка коротенькая еще. Ух. Чего тут-то не дает? Шпонка не давала. Надо шпонку вытаскивать. Там какая-то втулка вылазит. Непонятная, блин. Сейчас снимем и увидим, короче. Вот, снял наконец. Что это за втулка? На коленвалу было. А, ну это масляный насос получается. И она просто как промежуточная. Вот он у него, масляный насос идет, видите как. Канал на резинке в блок. Маслонасос. Типа что-то как на девятке, наверное. Интересная конструкция. Что у нас тут еще интересного? Башмачок вот такой. Угонка здорово. Он вроде как бы живой. Вот тут только немножко. Парашорка. Сверху даже почти нет выработки. Мерседес-Бенц 102-й двигатель. Цепочка, цепь. Вот он этот валик. Привод. Получается. Он идет. Бензонусан. Его надо отворачивать вот здесь. Сейчас мы его тоже снимем. Еще один успокоитель. Короткий. Цепочка пока еще не снимется. Риспочка однорядная. На том двигателе уже двухрядная. Цепь, по-моему, хана. Затяжитель в этом гидро. Сейчас отвернем. Вытащим. Привод. На том двигателе нам вот этот привод если переставить, то можно будет туда бензонасос поставить. Сейчас покажем в чем отличие у них. Открутили какой-то болтик весь. Отвернулся шестигранник. Так. Вот он валик. Вот как я вам говорил. Видите, кулачок есть для бензонасоса. Вся жазница. Поросенок. Похожа, кстати, конструкция. Двигатель. На жигулевский. На классику. Давайте посмотрим туда. Здесь. Ну тут даже и проверять не надо. Вот она. Выработка. Она чувствуется прям ногтем. Видно? Угу. Это явно уже все тут. Ничего тут хорошего нет. Так же цепь, смотрите, какой изгиб у них. Смотрите, какой изгиб у них. Мотор ушатанный. Ну сделать, конечно, все можно. Но стоит ли это овчинка выйдет? Стулки. Вот, наверное, надо. Что там? Сейчас возьму. Заснимем. Только заснимем там вот. Ну, а стулки-то выработки не видно. А, ну вот, видите, как содрало металл с одного бока, да? Видно вот. Тут она вот целая бронза. Вот с той стороны заснимет меня. Видишь, она вот какая целая. Видно, да? А с той стороны видела, какой задир. Вот где нагрузка шла, в какую сторону. Видать? Угу. Ну, это без масла они у них. Не зря он масло терял, мотор. Вот, смотрите, как устройство. Звездочки тут интересные. Идет втулка. Наверное, эта втулка получается. Масло насоса, что ли, привода. За счет зажатия работает, никакой даже шпонки нет. Нет, тут-то есть что-то вот. А, маленький-маленький вон штифтик. Видно его? Да. Все снимается от руки. Ну, в принципе, так и должно. Не надо, не должно оно напрессовываться там, не на горячую. Это все фигня. Нагореть, как вот на УАЗовских двигателях. В обыске. Всю воду нас снялось. С натягом. И все посадочка. Так, вот так она стояла. Она полукруглым вниз вот этим. А, кстати, что звездочка? Ну, звездочка как бы нормальная. Кстати. Ладно. Ну, вот лобовая у нас разобрана. Прокладка, видите, как идут интересные. Две. Теперь будем коленвал поршня вытаскивать. У нас, правда, не получилось щуп снять нифига. Что-то он закипел там намертво. Придется в таком положении его разбирать. Ну, так даже удобнее. Да, Андрюш? Вал, нифига не крутится. Заклинившие нафиг. Как они его там собрали? Мы же укрутили, по-моему. Или нет? Укрутился. Укрутился? Ну, ладно. Ослабляем сейчас коренные шатунные. Отворачиваем шатуны. Сейчас второй, третий снимем. Провернем вал. У меня первый, четвертый. Вот. Вкладыши. Вкладыши. Здесь поставили жигулешки. Видите, как хитро загнули. Подходит, главное, не в размер. Как вам сказал. Ну, тут задиры нафиг. Пасмарные. Ладно, это мы, конечно, скоро уберем еще. Посмотрим. Сейчас выталкиваем. Шатун. Иди, стой. Идет. Это грязь, наверное. Не выходит. Выходит. Что ты, блин? Чего он-то вышел, нет? Чего-то он туго ходит тогда. На жар, что ли там? Надо было почистить. Так. Ну, че мы видим по поршню? Ну, это мы сейчас продрали. В принципе, как бы, пошли-то. Неплохие. Хотя люк, по-моему, есть. В шатуни, или это, или в поршни. Ну, ладно. Дефектовку мы это будем все на верстаке делать потом. Поподробнее уже. Еще вот один прикол хочу показать. Будет видно, не видно. Вот, смотрите, на нижнике маркировка. Это, походу, заводская. Третий нижник. И здесь, смотрите, маркировка. Второй. Это второй. Это все со второго я сейчас снял. Или хозяин попутал, или я не знаю. Ну, кто вот разбирал его мотор передо мной. Они же его хотели сделать. Вкладыши вот поставили жигулевки. Сейчас посмотрим, что встретить вам и снимем. Скорее всего, он, наверное, попутал. Нижники. Вот, когда пусть здесь снимаем третий цилиндр. Ну, вот, смотрите. Здесь плохо, конечно, видно. Но вот видно, видно вот этот третий. Видишь? Три таких. Они не выбиты, да? И вот, смотрите, на нижники теперь. Такие полосочки. Вот так собрали. С третьего на второй, со второго на третьего. Нормально. А почему они, это, плоховато? У меня нижник и снимался, скорее всего. Сейчас посмотрим. Вот он, видите, как. Еще не на месте. Это все равно плохо. Или болт согнули. Ну, ладно. Снимаем первый с четвертым. Сейчас посмотрим, что здесь по нижнику. Мне даже интересно самому. Вот так. Смотрим. Ни фига не видно. Так. С этой стороны ничего не видно. Ну, ладно. Посмотрим на четвертую. Вот он уже, новый вкладыш. Видите, какой. Нехилый задерчик. Вот еще прикол один, видите, с первого цилиндра. Колечко было сломано, верхнее. Кстати, кольца не залегшие. Ничего у него. Но маслосъемным уже кирдык давным-давно. Видите, они тем более чугунные. Вот на четвертом есть все равно правильно. Короче, был со второй, с третьим перепутанным местами. Колечки. Ну, маслосъемным хана. И компрессионная хана. Что у нас интересно с клапанами там? Что-то будет обстоять дела как. Не загнуло их. Нет. Интересно. Крутили без этого. Ну, это, может, я еще даже покрутил. Я крутил махровик. ГРМ-то был снятый цель. Так, ну что, последний, не последний штрих. Не последний, предпоследний. Открутить надо коренной подшипник. Ну, коренной подшипник. Сальник. Проверить осевое. И снять коленчатый вал. Откручиваем крышку. Снимаешь. Шесть болтиков. Говорю, конструкция. Сейчас почищу сальник, покажу, какой номер сальника. Может, кому будет интересно, кто не знает. В общем, отворачиваю. Короче, здесь непонятно. Что написано тут только номер, но это не размер сальника. Так что, в общем, я не скажу, какой размер. Если только что замерить штанги. Он говорит, притаранить штанги. Короче, вот внутренний 93 по вала. Ну, наружный, сейчас так примерно скажу. Тут, думаю, не примерно, но точно будет. Грязь тут, конечно. И наружный. Так, 93 там, да? Здесь. Так. 100. 110. Так. 117. О! Как это в размере есть такой размер? Да. На 117. Хотя нет, вот он есть. Да, вот он его размер. 93 на 117 он. Ты так и сказал? Да. Ну, и вот он написан. Да, я думал, это номер тут непонятно. Да, 93 на 117 сальник. Так что, можете подобрать что-нибудь. Снимаешь? Так, вот я еще хотел проверить осевой люфт. Ну, как бы небольшой. Сейчас мы щипом проверим. Примерно хоть. Индикатор менее охота ставить. Сейчас щип выключи пока. Ну, вот, короче, 0,15 лезет. Сейчас мы вот так прижмем в эту сторону. 0,15 лезет. 0,20. Вот здесь с ними видно, что 0,15 два вот этих щипа. Видно? Плохо. Ну, ты как-нибудь на цвет вот так видно. 1,0,15. Он был поиск. ОСЕЛЬ. Дальше.